Для подростков, которые состоят на разных видах учёта, с 1 августа по 28 февраля проводили занятия по гончарному искусству. Всё это в рамках проекта «Круг спасения», который был одобрен фондом президентских грантов. Целью была привлечена совершеннолетних к какому-то интересному труду. Всегда их все гоняют, говорят, так не делай, так делай. Тут мы просто показали им, как можно руками создать своё «я». Это одно из профилактических мероприятий, которое было на пользу, чтобы на пользу было именно для несовершеннолетних. Именно вот эти вот работы, которые по гончарному мастерству. И это в первую очередь профилактика совершения административных пронарушений, привлечения повторных уголовной ответственности. Это занятость их в свободное от учёбы время. Ну и им нравится. Для проведения уроков организовали стационарную мастерскую, студию «Телетели теста» и приобрели комплект переносного оборудования для занятий на базе СИЗО. В процессе обучения гончарному мастерству дети и подростки лепили посуду из глины, осваивали декорирование, а также занимались с психологом. Всё, чтобы разобраться в себе и в своих чувствах. Глина как для души. Даже есть такие лечебные курсы, там арт-терапия. То есть человек успокаивается. То есть, допустим, станок, кончарный круг. Когда крутится, то есть всё успокаивается внутри. То есть какая-то такая точка опоры появляется. То есть человек, когда, допустим, сидит в какой-то изделии, у него получается, у него повышается самооценка. То есть он уже добрее становится. Главное, что результат мы видели. Буквально первые минуты замзутый такой ершистый паренёк. И через 2-3 часа он уже улыбается, он уже раскованный, он уже делает какие-то изделия. То есть результат просто видно на глазах. Эта выставка – своеобразное подведение итогов проекта. На ней представлено 40 работ. А всего участники проекта их изготовили больше сотни. Ксения Бебинова, Игорь Гангаев. Наши новости.